В Хабаровском крае расширили программу социальной газификации на садоводческие товарищества. Голубое топливо должны бесплатно провести к границам дачных участков, где постоянно проживают люди. Только в Хабаровском районе более ста садоводческих обществ, где рядом находится газифицированный населенный пункт, и есть техническая возможность присоединиться к сетям. Первые СНТ региона могут получить газ уже к концу года. На льду Анадырского лимана прошел культурно-спортивный праздник Корфест 2024. В этом году Чукотский фестиваль корюшки установил рекорд по количеству участников. На прошлых конкурсах соревновались не более 370 рыбаков, а сейчас их было 440. Правда, в этот раз ловились только бычки. Участники меняли наживку и технику лова, и только за пять минут до финального свистка определился победитель. Им стал 26-летний экономист из Анадыря Дмитрий Мальков, который поймал единственную 11-сантиметровую корюшку. Он выиграл 100 тысяч рублей. В Улан-Удэ молодожены выпустили в небо длиннохвостую неясыть. Изначально покалеченную птицу передали в этнографический музей сотрудники Бурприроднадзора. Она не могла летать. В этнозоосаде пернатой пациентке помогли окрепнуть. А когда настал момент выпускать ее на волю, произошла внезапная встреча с молодой семьей Цибеновых. Неясыть, несмотря на дневное время, активно улетела в лес, что стало подтверждением ее полного восстановления. Здания в Южно-Сахалинске украсят еще 50 муралов. В городе уже подводят предварительные итоги отбора проектов росписи объектов и стен. Организаторы получили почти 300 заявок от участников не только из России, но и из Сербии, Турции и других стран. Есть среди них и сахалинцы. Всего художники отправили более 500 предложений по преображению инфраструктуры островной столицы. Работы оценили ведущие эксперты страны и Дальнего Востока в области архитектуры, урбанистики, уличного искусства и культуры. Тематика всех эскизов – авторский взгляд на Южно-Сахалинск, его прошлое, настоящее и будущее. На Камчатке готовят специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами. БПЛА используют для поиска очагов возгораний, доставки грузов, спасения людей и других целей. Сейчас в специальном центре обучаются около 30 человек. Одна из задач – научиться собирать дроны, ведь каждый оператор должен знать, как работает его устройство. Сначала ученики занимаются на симуляторе, затем надевают виртуальные очки. Скоро в Елизове откроется летная площадка для беспилотников. Тогда все свои навыки операторы смогут отработать на ней. Семь новых пожарных депо начали строить в разных муниципалитетах Приморья. Они появятся в Шкотовском районе, поселках Смоленинова и Новонежина. По одному в Новогеоргиевке, Самарке, Жариково, Зеркальном и Крыловке. Их оснастят необходимым оборудованием и новой техникой – Уралами и Камазами, УАЗами-фермер и Автолестницами. У огнеборцев будут свои учебные классы, комнаты отдыха, душевые, санузлы. Пожарные депо начнут свою работу к концу 2024 года, а некоторые сдадут уже к осени. За прошлый год в крае возвели 8 таких объектов в Надеждинском и Дальнереченском районах, в Хасанском, Анучинском, Партизанском, Красноармейском, Лазовском и Ханкайском округах.